В прямом эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Футбольный клуб Уфа в последнем 30-м туре российской премьер-лиги одержал победу над клубом Тосно из Ленинградской области со счетом 5-0. Занял шестое место в итоговой турнирной таблице чемпионата и получил право выступать в Лиге Европы. Соперник нашей команды определится на жеребьевке уже в эти выходные. Это лучший результат за всю историю уфимской команды. Матч на стадионе «Нефтяник» в этот день посетили более 10 тысяч человек, в том числе и глава региона Рустем Хамитов. В завершении он поблагодарил игроков за хорошую игру, которую Уфа демонстрировала на протяжении всего сезона. Руководитель региона подчеркнул, что эта победа, которая позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы, открывает для уфимского клуба новые возможности. Для нашей республики, нашего города это огромный шаг вперед, сказал Рустем Хамитов. К 2024 году валовый региональный продукт Башкортостана на душу населения должен вырасти до 540 тысяч рублей. Вместо нынешних 350, по словам главы республики, сейчас ВРП полтора триллиона рублей. Через шесть лет он должен превысить два триллиона. Темпы роста следует увеличить до 3,5% в год, вместо изначально утвержденных 2-2,5%. Задачу увеличить ВРП регионов в полтора раза поставил Владимир Путин. Согласно указу президента от 7 мая, за шесть лет страна должна совершить форсированный рывок по всем направлениям и войти в пятерку крупнейших экономик мира. В этой связи планы развития регионов, которые ранее утвердили на местах, будут корректировать. Нам тоже придется перестроить работу правительства и пересмотреть те планы, которые были приняты нами в конце предыдущего года, в начале этого года. Приступить к корректировке, в частности, стратегии 2030, отраслевых государственных программ, республиканской адресной инвестиционной программы. В числе первоочередных направлений демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, дороги, занятость, наука, культура, предпринимательство и развитие экспорта. Для разработки единого республиканского плана в регионе создадут специальную комиссию. Об этом заявил глава Башкортостана. Дорожный фонд республики может дополнительно получать до полутора миллиардов рублей в год. Это деньги, которые поступают в бюджет от штрафов с камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Законопроект о предании этим средствам целевого характера Госдума намерена принять в ближайшее время. По замыслу авторов, изменения вступят в силу 1 января 2019 года. На данный момент дорожные фонды наполняются за счет акцизов на топливо и масло, транспортного налога и трансфертов из федерального бюджета. Деньги от штрафов с камер идут в бюджеты субъектов федерации. Тратить их можно на любые цели. По оценке экспертов, ежегодная сумма поступлений только по этой статье превысит 60 миллиардов рублей. Революции не будет, но если эти деньги пойдут целевым назначением на содержание автомобильных дорог, ремонт текущий и плановый, то это довольно значительные суммы, на них можно много что сделать. Самое главное, чтобы они не растеклись. В то же время аналитики указывают на нестабильность данного источника пополнения дорожных фондов. Дело в том, что спустя некоторое время после установки камер фиксации водители перестают нарушать правила и количество штрафов падает. В этих условиях спланировать какое-либо дорожное строительство довольно-таки сложно. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар стоит 61,73 рубля, евро 73,51. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке НИИВА за 61,70 рубля, продажа в банке Юнистрим за 6,209. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке НИИВА за 73,95. Продажа в Акибанке за 73,95 рубля. К этому часу пока все оставайтесь с РБК.